Мы сделаем оговорку. Мы понимаем, что конкурсы ради конкурсов – это очень плохая история. Если вы будете злоупотреблять конкурсами, вы обесцените свой бренд. Потому что люди к вам будут приходить не за брендом, а за тысячу рублей, планшетом, ВДМ. Поэтому, пожалуйста, не злоупотребляйте их. С другой стороны, регулярно, раз в месяц мы проводим похожие истории. Для нас это такая нормальная ситуация, которая, с одной стороны, не балует людей, с другой стороны, позволяет им уставаться. И мы каждый раз привязываем наши конкурсные механики по возможности к нашим партнерам. Чтобы это было не просто тысяча рублей за какой-то комментарий, а чтобы все-таки было в наше информационное сообщение, оно несло еще некий call to action, именно связанный с партнером. И, возвращаясь к нашему вопросу, который мы проводили ранее, мы поняли, что практически 47% нашей аудитории во ВКонтакте используют визы Киви Волю для того, чтобы оплачивать игры. И обходить эту территорию было бы глупо, на наш взгляд. Поэтому мы решили вступить на геймерскую территорию с контентом, который синтезирует в себе креатив и сообщение о нашем продукте. Мы выбрали три приоритетные геймерские категории. Первая — это танки. И это самый популярный пост в данной категории. За счет чего так произошло? Во-первых, очень яркий имидж, который отсылает нас в самой игре. А во-вторых, стих в стиле вредных советов. «Коль ты хочешь стать героем, чтобы танкисты уважали, через визы Киви Волю без комиссии пополняй». И охват данного поста был около 230 тысяч. Прежде чем мы на следующий слайд перейдем, у меня вопрос к аудитории. На самом деле, больше мужской части. Кто любит или играл в «Героя меча и магии»? Можете руку поднять? Прекрасно. Отлично. Отлично. Следующий пост для вас. Да, одна из характерных вещей, которая есть в игре, и которая уже стала мемом в игровом сообществе, это каждую неделю в этой игре есть какие-то прогнозы астрологов, которые всегда сбываются. Мы решили поиграть на этой территории и сказать, что астрологи прогнозируют платежи без комиссии, собственно, с визы Киви Волю. И колл-экшен на всех наших креативах – это сообщение о том, что пополняй игровой баланс через визы Киви Волю и у тебя будет 0%. Сразу скажу, что мы экспериментировали с разными играми. У нас был пост с Марио, у нас был пост с Майнкрафтом. Игры престолов были, FIFA, GTA. Ланистры всегда платят без комиссии, но вот этот был самый популярный. И охват. И перед тем, как, прежде чем мы перейдем к следующему слайду, да? Да, вопрос такой, это вы обратите внимание, что у вас очень сильно развивается количество лайков к репостам. Два порядка, три порядка отличаются. При этом у вас такой огромный оплат. Как механика работает? Мы размещались на партнерской основе, с геймерскими сообществами работали достаточно тесно. Соответственно, каждый тип геймерского поста, он размещался еще в соседующих группах. Нам было важно зацепить того пользователя, которому это близко. Соответственно, посты про танки были в связке с сообществами именно про танки. Мы стреляли именно по той аудитории, которая нам нужна. И поэтому мы решили не распыляться и делать именно то сообщение, которое им нужно. И догонять их в других сообществах. Хорошо, мы еще ускоримся. И еще один слайд, еще один креатив. Кто из присутствующих играет в доту? Я думаю, что вы ворете, и кто-то среди вас играет. И это еще одна наша приоритетная категория. Мы использовали популярный инсайт о том, что пользователи в сообществах, вообще в социальных сетях, часто проходят тестики, делятся результатом. Мы решили провести тест, кто-то из героев в доте 2. Все вопросы были связаны именно с тем, как ты ведешь себя в игре. И по итогу пользователь становился раком. А рак – это такое обзывательство, такого героя не существует. Это человек, который все время все сливает и все портит. И это наш самый топовый, наш самый классный пост, который зашел просто восхитительно. И охват говорит сам за себя. То есть это порядка 4 миллионов. Как обычно происходит работа с соцсетями? Обычно работа с соцсетями происходит так. Сейчас скажу, что не только соцсетями, но вообще обычные. Мы, к счастью, нам удалось поставить более логичную систему. Вы знаете, как я сказал, вчера надо утвердить еще. Наша система работает циклично и очень логично. Сначала мы, возвращаясь к тому, что мы знаем свою аудиторию, мы планируем, о чем мы будем говорить на протяжении следующего месяца. Мы это публикуем и смотрим, что у нас сработало или не сработало. И после этого мы анализируем, что мы можем улучшить в данном контенте и как наши пользователи отреагируют на это. И важно понимать, что работа на этом не останавливается, мы ходим по кругу. Когда мы говорим про эффективность, естественно, мы говорим еще и про анализ и про нашу отчетность. И в данном случае мы обращаемся к трем главным принципам. Это подписчики наших сообществ, кто они, качество контента, который мы публикуем, и конкурентный анализ, бенчмарка. Поскольку начинали с того, что мы говорим, что мы знаем свою аудиторию, с другой стороны, поскольку и мы финансы, и вы финансы, нам очень все хочется посчитать. Поэтому первое, что мы считаем, это количество поклонников могут, предостерегая вас, больше не значится лучше. Есть дополнительные метрики, которые позволяют учитывать, насколько у вас хорошая база. Вторая вещь актуальная для Фейсбука, это доцент локальных фанов, сколько у вас поклонников из России. Следующее, за чем мы следим очень пристально, это отток-приток, чтобы, естественно, приток натуральный превышал отток. И здесь же очень важно понимать, что в зависимости от этих показателей мы тут же можем анализировать, какие инфоповоды сработали лучше всего, а что выстрелило не так, как мы ожидали. И мы переходим к второй группе, это контент. Мы смотрим на каждый пост в отдельности, его уровень вовлеченности. Также мы смотрим на веральность инфоповодов, лайки, шеры, комменты. И отдельное внимание у нас заслуживает рубрики в целом. Где мы и где наши конкуренты? Тут важно понимать, что без бенчмарка нельзя оценивать адекватно свои результаты. В зависимости от функционала различных сетей мы ориентируемся на разные показатели. В прошлой секции коллеги показывали количество поклонников разных банковских групп. Нас там, к сожалению, не включили, хотя мы немножко обиделись. Но давайте посмотрим. Вашли в рейтинг. Там все в любых банках. Вы сейчас покажете, что мы достигли. Именно по этим метрикам мы анализировали результаты прошлого года. Если мы говорим про одноклассники, то здесь у нас достаточно скудный функционал. И мы оперируем двумя понятиями. Это количество подписчиков. Мы здесь находимся на втором месте после Сбербанка. И engagement rate. Видно, что мы опережаем двух наших конкурентов, кроме Сбербанка. И по общей картинке, суммируя и тот, и другой показатель, мы находимся на втором месте по качеству введения страницы в одноклассниках. Если мы говорим про Facebook, то здесь все гораздо сложнее. Мы анализируем уже четыре связанные друг с другом показатели. У каждого есть свой коэффициент важности. По количеству пользователей, подписчиков, мы находимся на втором месте. По количеству локальных фанов, мы тоже второе место. По engagement rate, мы делим первое место, скажем так, с нашими конкурентами. И по количеству ответов на запросы пользователей, мы, как и наши конкуренты, обращаем на это внимание и постоянно работаем над этим. Если суммируют все эти показатели, то Kiwi и Facebook на третьем месте по качеству введения страниц после Сбербанка и Тинькова. Если говорить про ВКонтакте, то здесь все гораздо интереснее. По количеству подписчиков мы уверены на втором месте. По количеству активной аудитории, точнее неактивной аудитории, видно, что в Kiwi наименьший процент неактивной аудитории ботов, различных забаненных пользователей и неактивных профилей в принципе. По engagement rate мы опережаем нашего конкурента, который идет за нами на 30%, и наш показатель 0.32 – это как бы лидер в данной категории. По активности мы видим, что мы также уверенно находимся на втором месте. Если анализировать все эти показатели в целом, то получается, что Kiwi номер один по качеству введения страницы. И несмотря на то, что у Сбербанка огромное количество пользователей, пожалуй, это играет с ними злую шутку. Это как раз то, о чем мы говорили ранее, больше не значит лучше. Очень важный момент. Смотрите, мы изначально, когда сравнивали себя с конкурентами, мы поняли, что прямой наш конкурент Яндекс.Деньги, к сожалению, для нас непонятно почему. Но в соцсетях недостаточно силен, и мы стали искать best-in-class, уже не в рамках класса онлайн-кошляки, а всего финансового сектора, то, на кого нужно посмотреть, кто действительно в этом силен, и в каком можно что-то мерять и получить. То есть у нас нет такого головокружительного ощущения, да, мы понимаем, что конкурент очень сильный. Есть куда расти. И резюмируя все выступление, хочется сказать, ради чего мы, собственно, работаем. Ради того, чтобы не быть для наших пользователей раком. И нам очень приятно получать сообщения и работать с теми с фидбэком, которые мы видим в социальных сетях. Нас хвалят, говорят, что креативные у вас модераторы, Киви радует все больше и больше. Такой Киви мне больше нравится. Я скажу пару слов. Спасибо директору Киви за такую клевую компанию Киви.